Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке. Тема урока – упражнения в определении лексического значения глаголов. Сегодня мы продолжим говорить о части речи, которая называется глагол. На прошлом уроке мы с вами закрепили, что такое глагол. Итак, глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы. Что делать? Что сделать? Что будет делать? Что делает? Что сделает? Что делал? Что сделал? Например, конь что делает? Скачет, чайки что делают? Летают. Уверена, что это правило вы уже выучили и можете им пользоваться. Подберите действия к словам ветер и ветерок. Увидев эти слова, вы сразу представили, какие действия могут выполнить ветер и какие ветерок. Ветерок, он нежный, ласковый, поэтому он дует и ласкает. Ветер срывает и гудит. Любому действию можно придать эмоциональную окраску, и в этом нам тоже припомогают глаголы. Прочитайте слова. Ползет, плетется, идет, бежит, мчится. Это глаголы. Они указывают на скорость движения человека. Посмотрите, ползет, то есть идет очень медленно, уставший. Плетется из школы ученик, который несет двойку. Идет радостный, бодрый ученик утром в школу, бежит по коридору первоклассник. Мчится ученик, который хочет порадовать родителей отличной оценкой в дневнике. Глаголы помогли нам передать наше настроение и наши эмоции. Слова плетется и мчится, противоположные по значению. Это антонимы. Антонимы очень часто употребляются в нашей речи. Они встречаются и среди глаголов. Давайте подберем антонимы к слову отвечать. Антоним, слово противоположное по значению спрашивать. Подберем антоним к слову ругать. Конечно, вы любите это слово хвалить. Итак, мы подобрали антонимы к глаголам. Напомню, антонимы – это слова, противоположные по значению. Если вы затрудняетесь подобрать антоним, можете обратиться к словарю антонимов в конце учебника. Сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя и золотом сверкала река. Слова «блестело» и «сверкало» похожи по своему значению. Правильно, это синонимы. Синонимы – это слова, близкие по значению. Подберем синонимы к слову трудиться и к слову шалить. Близкое по значению слово трудиться, а будет работать. Шалить – это баланс. Обязательно в нашей речи нужно употреблять слова-синонимы. Если вы затрудняетесь подобрать такие слова, вы можете обратиться к словарю в конце учебника. Обратимся еще раз к записанному предложению. Сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя и золотом сверкала река. Слово «вздыхало» употреблено в переносном значении. Это значит то, что степь не может выполнять такое действие. Услышав это слово, вы, конечно, сразу же вспомнили свою маму, которая вздыхает, когда вы приносите ей двойку. Итак, глаголы могут употребляться в прямом и переносном значении. Поработаем с учебником. Откройте учебник на странице 103. Упражнение 177. Послушайте текст. «А речка эта по лугам и склонам летит, журчит, смеется, как ребенок, звенит, лопочет, скачет по камням». Эти стихи написал Расул Гамзатов. Задание, которое я вам предлагаю выполнить, следующее. Найдем в предложенном тексте глаголы. В этом нам помогут вопросы глаголов. Давайте их вспомним. Что делать? Что сделать? Что делал? Что сделал? Что будет делать? Что сделает? Итак, что делает? Летит. Что делает? Журчит. Что делает? Смеется. Что делает? Звенит. Что делает? Лопочет. Что делает? Скачет. В одном предложении оказалось несколько глаголов. Автор применяет прием сравнения. Он сравнивает «ручи речку» с ребенком. И посмотрите, как точно глаголы помогают нам понять, что это действительно ребенок. Он летит быстро, увидев что-то интересное. Он смеется от радости. Он звенит. Он напочет непонятные слова. Гоголы помогают нам передать эмоции и выразить наше движение. Давайте подберем синонимы к словам из этого упражнения. Смеется. Хохочет. Звенит. Можно сказать, звучит, бренчит. Скачет. Передвигается. Прыгает. Итак, мы подобрали слова «близкие» по значению. Глаголы, синонимы. А теперь подберем антонимы. Слова противоположные по значению. Летит. Это быстрое действие. Наоборот, мы скажем, что он ползет. Смеется. Наоборот, будет плакать. Лопочет. Молчит. Как видите, глаголом можно подобрать не только синонимы, но и антонимы. Они помогают разнообразить и украсить нашу речь. Давайте еще раз прочитаем предложение. Сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в бриллиантах дождя, и золотом сверкала река. Обратите внимание на выделенные слова. «Вздыхала степь». «Вздыхала степь» употреблено в переносном значении. Услышав слово «вздыхала», вы сразу вспомнили маму, которая вздыхает, когда вы принесли ей двойку. А вот это выражение «вздыхает мама» будет в прямом значении. В переносном значении употребляются выражения «сверкнула мысль». Подумайте, что означают эти слова. Это означает, что неожиданно к вам пришло что-то новое, ранее знакомое. «Горят звезды». Горять может огонь, тогда это будет прямое значение. А звезды, когда они светятся, зажигаются, употреблены в переносном значении. Сегодня на уроке мы с вами поговорили о глаголах. Узнали о том, что глаголы могут употребляться в прямом и переносном значении. Глаголом можно подобрать синонимы и антонимы. Еще раз хочу напомнить. Если вы затрудняетесь в подборе синонимов и антонимов, обратитесь к словарю в конце учебника. А теперь переходим к домашнему заданию. На странице 103 выполните упражнение 176. Будьте внимательны, вспомните изученные орфограммы и правильно запишите слова. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, ребята. Тема нашего урока – прием устных вычислений вида. 470 плюс 80 – 560 минус 90. Сегодня мы продолжим учиться выполнять вычисления с трехзначными числами, оканчивающимися нулями. Для этого будем использовать разные способы. Вспомним упражнение, которое мы выполняли на прошлом уроке. Дополним до трехсот числа 270 и 220. Напомним, что мы должны найти такое число, которое в сумме с числом 200 даст нам 300. И найти такое число, которое в сумме с 200 220 тоже даст нам 300. Воспользуемся способом вычитания десятками. 300 отнять 270. Получится 30. Потому что 300 – это 30 десятков. 270 – это 27 десятков. Получается 3 десятка или 30. Мы с вами вспомнили приемы, изученные на прошлом уроке. Обратите внимание на доску. Мы должны сегодня с вами научиться решать примеры вида 470 плюс 80 – 560 минус 90. Найдем значение этих примеров, используя прием замен на десятки и сотни. 470 – это 47 десятков. 80 – это 8 десятков. Находим сумму 47 и 8 и получаем 55 десятков или 550. Значит, 470 плюс 80 получается 550. Аналогично выполним вычитание 560 и 90. 560 – это 56 десятков. Отнимем 9 десятков и получим 47 десятков или 470. Как видите, все просто. Найти значение выражения 470 и 80 можно другим способом. При сложении с переходом через разрядную единицу второе слагаемое мы представляем в виде суммы удобных слагаемых, одно из которых дополнит первое слагаемое до круглого числа. В данном случае число 80 мы представили в виде суммы 30 и 50. 470 дополняем числом 30 и получаем 50. Прибавляем еще 50, прибавляем еще 50, получаем ответ 550. Выполним вычитание 560 и 90. В данном примере нам необходимо вычитаемое представить в виде суммы удобных чисел, при вычитании одного из которых получим круглое число. 90 представим в виде числа 60 и 30. Нам удобно из числа 560 отнять 60, получаем 500 или 50 десятков, отнимаем еще три десятка и получаем 47 десятков или 470. Как видите, решать пример можно тем способом, который удобен именно вам. Предлагаю решить задачу номер 5. За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковые детали. Сколько часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталей, если в час он будет изготавливать на одну деталь больше? Условия задачи представим в виде таблицы. Чтобы узнать, сколько времени токарь затратит на изготовление 70 деталей, нам необходимо узнать, сколько же деталей он изготовит за 1 час. Мы знаем, за 7 часов токарь изготавливал 63 детали. Значит, за 1 час он изготовит в 7 раз меньше. 63 делим на 7 и получается 9 деталей изготавливал токарь за 1 час. По условию задачи он будет изготавливать на одну деталь в час больше. Узнаем, сколько же деталей изготовит токарь за 1 час. Для этого к 9 прибавим 1. 10 деталей будет изготавливать за 1 час токарь. Нам остается узнать, за какое же время изготовит 70 деталей токарь. 70 деталей мы равномерно распределим по 10 на определенное время. И узнаем, что для изготовления 70 деталей токарю понадобится 7 часов. Ответ задачи. Токарю понадобится 7 часов. Домашнее задание. Выполните с устным объяснением примеры номер 1 на странице 68. Будьте внимательны при решении задачи, которая расположена под чертой на этой же странице. Желаю хорошего настроения. До встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова